Этого праздника даугавпилские болельщики ждали три года. В наш город вновь вернулся гран-при. На сей раз защищать цвета страны доверили молодому Анджию Лебедеву. Во время жеребьевки, проведенной премьер-министром Валлесом Домровским, ему достался 11 номер. Явным фаворитом этого этапа считался американский гонщик Грэг Хэн, как он дважды праздновал победу в Даугавпилсе. Рассчитывал он на хороший результат и в этот раз. Мне очень-очень нравится этот трек. Я помню, когда я первый раз тут выиграл и всегда нравилось тут ездить, но кое-что изменилось. Но я надеюсь, что опять этот трек мне поможет победить. Не я начал ехать хуже или остальные начали ездить лучше. Просто в общий уровень поднялся. Поэтому, может быть, на данный момент я не так высоко, как обычно. Несколько лет назад здесь также неплохо ездил австралийский гонщик Дарси Ворд. 14 августа 2010 года он выиграл один из финалов личного первенства мира среди юниоров. Этот сезон для молодого спортсмена складывается не очень удачно подкосила травма, полученная на одном из этапов мировой серии. Поэтому на сей раз Дарси нужно было зарабатывать как можно больше очков на нашем треке, чтобы улучшить свое положение в общем зачете. Мне нравится ездить на этом треке. Я надеюсь, достигнусь хорошего результата и еще немного потренируемся. Я не мог бы сказать, что я надеюсь на победу, но я буду стараться делать все возможное в моих силах, чтобы проехать хорошо. И да, в этом году у меня были травмы. И можно сказать, что моя главная задача попасть в восьмерку, чтобы попасть в следующий год на гран-при этапы. В итоге оба этих гонщика свои задачи выполнили. Дарси Уорд оказался в финале, где показал второй результат, а Грег Хэнк уже в третий раз праздновал победу на Даугавпилском треке. Что касается Анжелии Бедева, то он действительно порадовал своих болельщиков и приятно удивил организаторов мировой серии. Самый юный участник смог навязать борьбу практически в каждом заезде. Набрав 8 очков, он попал в полуфинал. Досадная ошибка на последнем круге помешала ему продолжить гонку и, возможно, попасть на пьедестал. В итоге в общем зачете латвийского этапа Даугавпилчанин занял 8 место. Если бы не тот полуфинал, не тот последний круг, конечно, я был бы доволен своим результатом, но осталась эта горечь на сердце. Я думаю, как у меня, так и у болельщиков. Был близок к финалу, но, увы, наверное, придет то время, тот час, когда мы будем в финале. Ну, в принципе, что там произошло? Потому что, как бы, с трибуны не особо хорошо было заметно. Ну, дорожка держала очень, и на этом последнем кругу, может, и чуть-чуть силы от этих нервов, и от всего, от целого, целый день суеты закончились. Ну, и выпрямила меня на этих колейках и потянула к борту, ну, и чтобы не упасть, пришлось закрыть газ. Ну, что и стоило мне позиции. В день гонки на площади Венево спрошел парад байкеров, которые посетили сотни жителей и гостей Даугавпилса. А после соревнований все присутствующие были приглашены на стадион «Строитель», где выступал рок-н-ролльный бэнд «Кексы». Праздник с педвея действительно удался, собрал огромное количество болельщиков из разных стран. Гостинцы заполнены не только у нас, но и у наших соседей, и у всех заросает. Поэтому, наверное, у этого действительно мероприятия есть масштаб не городского, а регионального назначения. И ждем мы гостей сюда и за границей, и наши соседи за границей тоже получают определенную выгоду. Поэтому здесь не первый раз проводим, имеем опыт, имеем доверие организаторов. Я думаю, что очень хорошо сочетается этап гран-при с активностями, которые проводят здесь лид-байкеров. А на следующий день «Локомотив» провел свою первую гонку плей-офф Польской лиги в Гданьске с местным в Эбжеже. В этот раз болельщиков нашей команды ждала горечь поражения. Далговпилская дружина не смогла навязать борьбу сопернику, в итоге проиграла с разгромным счетом 30-60.